Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скаль. Вначале коротко о главных темах. Бои роботов, рисование 3D-ручкой и чтение мыслей с помощью программы. Чудеса науки сегодня продемонстрируют ученые края на фестивале в Барнауле. Вышли на открытый диалог. Управляющие компанией края встретились с собственниками квартир. На что жаловались жильцы и какие идеи предложили. Черная полоса продолжается. Хоккеисты Алтая вновь уступили Саратовскому Кристаллу. Все подробности в выпуске. Пообщаться с роботом, побывать в интерактивном тире, увидеть на экране компьютера одновременно 10 миллионов звезд. Все это возможно на фестивале науки. Ученые и технологи представляют в Краевом театре драмы свои лучшие разработки. О самых интересных сейчас расскажет моя коллега Елена Заздравных. Она работает на площадке и сейчас с нами на связи. Елена, вам слово. Да, Антон, здравствуйте. Ну на самом деле о фестивале науки говорить не нужно. Нужно все показать. Вот сейчас за моей спиной работает 3D принтер. Там печатают изображения гостя фестиваля. Надеюсь, мы потом увидим. А вот это Которобот промоутер. Очень интересный. О нем нам сейчас расскажет Сергей Мбетов, директор Центра молодежного и инновационного творчества. Сергей, Которобот. Я понимаю, почему его так зовут. Потому что у него такие ушки кошачьи. Что он умеет делать? Он умеет приветствовать гостей, рассказывать о товарах. Сейчас он рассказывает про мероприятия. К сожалению, мы сегодня с утра. И он пользовался настолько большой популярностью, что практически все аккумуляторы его сели. Но он нас может поприветствовать и маленько рассказать о мероприятии. Давайте попробуем. То есть сейчас он что-то скажет. Привет. Расскажи. И поближе. Все? А вы размыслишьте? Мы желаем всем хорошим провести время на фестивале. Не слышали? Нет, вы не слышите? Он проговорил. Проговорил? Да. Ну, наверное, здесь очень шумно. Он нас поприветствовал, как я понимаю. Сергей, скажите, пожалуйста, вот сейчас, видимо, технические какие-то неполадки. Надеюсь, он скоро заговорит. И мы услышим. А что еще он умеет делать? И в будущем, я понимаю, он будет промоутером, который будет работать в магазинах, да? Да. Мы его разрабатываем для того, чтобы он работал в торговых центрах. На мероприятиях. Мог рассказать посетителям и покупателям о тех товарах, которые есть в данном магазине. А также ввел видео и аудио наблюдения для того, чтобы облегчить труд других сотрудников. То есть он ездит и все снимает? Все видит? Он все видит и даже все слышит. Кот на страшный порядок, получается, Кота-робот. Спасибо большое, Сергей. Но я хотела бы сказать, что увидеть, как этот Кота-робот ездит, услышать, как он вас приветствует, можете сегодня до пяти часов. А вход на фестиваль науки абсолютно бесплатный. Присоединяйтесь, удивляйтесь. Вам слово, Антон. Ну вот оно, чудо современной робототехники. Спасибо, Елена. Ждем от вас подробности в следующих выпусках новостей. А пока к другим темам. Проблемы с капитальным ремонтом или детской площадкой, или есть интересное предложение по благоустройству дома или двора? Тогда об этом можно рассказать своим управляющим компаниям. Накануне они провели открытый диалог с жильцами многоквартирных домов. На одну из таких встреч в Барнауле побывала и наша съемочная группа. На день открытых дверей Надежда Никифорова пришла первая. Она – председатель домового комитета. Поэтому ответственность за благополучие дома лежит на ней. Здесь Надежда Васильевна может получить ответы на все актуальные вопросы. Например, подробнее узнать о программе «Комфортная городская среда» и предложить свои идеи по благоустройству придомовой территории. И по комфортной среде, и по благоустройству нашей придомовой территории у нас вопросы есть. И теперь у нас посадка кустарников, у нас убрали деревья, нам надо новый кустарник посадить. Вопросов много. Цель акции – эффективный диалог между собственниками и управляющими компаниями. Последние откликаются все активнее. Эта инициатива новая. Первый день открытых дверей прошел в мае 2017 года. Тогда там приняли участие 11 управляющих компаний, а в этот раз – 79 по всему краю. Мы с удовольствием принимаем жителей нашего обслуживаемого жилого фонда, выясняем, какие вопросы их интересуют, ну и общаемся. Поэтому день открытых дверей – хорошая акция. Идею организации открытого диалога предложил губернатор края Александр Карлин. Глава региона отметил, деятельность по управлению многоквартирными домами должна быть прозрачной, особенно, когда в разгаре отопительный сезон. Поэтому к качеству услуг предъявляются самые высокие требования. Управляющим компаниям это прямо понравилось, ну а еще больше жителям многоквартирных домов это понравилось. Это стало всем понятно, что это мероприятие довольно-таки эффективное, действенное, и его надо проводить. Если в мае поговорить о проблемах, пришли 59 жителей многоквартирных домов. В октябре еще больше – около 300. Ясно, и собственники, и управляющие компании заинтересованы в продуктивном диалоге. И скоро такие встречи станут традицией. Владислав Кириенко, Александр Морозов. Новости. А вот в Заринске появилось новое место для отдыха. Уютный сквер в центре города украшают уличные фонари, скамейки. Рядом высажены рябиновая, березовая, яблоневая и хвойная аллеи. Сквер по улице строители благоустроили в рамках программы формирования комфортной городской среды. На работы выделили 1 миллион 300 тысяч рублей. В следующем году в сквере планируется создать зону Wi-Fi. Так что жители Заринска смогут пользоваться интернетом на свежем воздухе. Это прекрасное место для времяпрепровождения и мам с колясками молодежи. Главное, чтобы оно оставалось в порядке в таком же первозданном виде, как и сейчас каждое утро. Красиво. Сорошее наш город. К другим темам. Бесплатное обследование на рак молочной железы могут пройти жители Алтайского края. Подобные мероприятия пройдут одновременно в более чем 44 странах мира. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со злокачественными новообразованиями молочной железы. Всех желающих пройти медосмотр ждут в эту субботу, 14 октября, в онкологической поликлинике «Надежда». Участники акции смогут без направления попасть на прием к онкологу-мамологу и пройти все необходимые обследования. УЗИ, рентген, молекулярно-генетическое исследование. Также получат методичку по профилактике рака и смогут посетить школу мамологов. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, страховое пенсионное свидетельство и результаты предыдущих обследований, если они есть. Отметим цель профилактической акции – обратить внимание общества на проблему рака груди, чтобы диагностика заболевания стала возможной на начальной стадии, что повышает шансы больных на излечение в разы. В прошлом году в акции приняли участие более 2000 жителей Алтайского края. Если перевести его капитал на современный курс рубля, то состояние оценивалось бы в 60 миллиардов. Но все деньги он пожертвовал на благотворительность. Сегодня в Барнауле пройдет кинопоказ художественного фильма об иркутском меценате Иннокентии Сибиряков «Помогите мне, я страшно богат». В нашем городе фильм представил исполнитель главной роли Сергей Зотов и продюсер Юлия Иванова. Показы прошли по городам, памятным для Иннокентия Сибирякова. Для Барнаула в конце 19 века меценат пожертвовал 10 тысяч рублей на строительство народного дома. Сегодня это здание филармонии. Большие деньги благотворитель вкладывал и в строительство барнаульских больниц, столовых и библиотек. Здесь вот это алтайское гостеприимство и глубина человеческой души, она воистину существует. И я думаю, именно это привлекло Сибирякова и открыло его для помощи Барнаулу городу, в котором он никогда не был. Фильм снят на основе исторических фактов и писем мецената. Даже костюмы шиты специально по журналам мод 19 века. Их, кстати, можно увидеть на выставке в музее город. Показы фильма пройдут в течение двух недель в кинотеатре «Премьера», а также в Поспелихе, Кулундее и Быстром Истоке. Новое прочтение оперной классики и хитов мировой эстрады. Сегодня вечером в краевой филармонии выступит столичная группа «Винчеро». В составе трио солисты московской опереты и филармонии Игорь Милюков, Иван Викулов и Павел Иванов. Он, кстати, участник нового сезона шоу «Голос», при пертуаре «Винчеро», арии зарубежных и российских оперет, популярные романсы, неаполитанские и русские народные песни, мировые хиты. Услышать их можно будет сегодня в 18.30 в краевой филармонии. И к новостям спорта. Черная полоса продолжается. Хоккеисты Алтая вновь иступили саратовскому «Кристаллу». Дмитрий Гладких знает подробности. Болельщики, пришедшие в этот вечер в Барнаульский дворец зрелища спорта на повторный матч между командами, разделились на два лагеря. Самые преданные ждали от наших хоккеистов только победы и верили в успех. Вторая половина ничего хорошего от предстоящей встречи не ожидала. Так уж сложилось в этом сезоне, что повторные матчи наш коллектив проводит лучше, чем стартовые поединки. Правда, на этот раз это не сработало. Гости, как и днем ранее, были настроены решительно и были не намерены упускать удачу. Главный тренер «Кристалла» Анатолий Лукошин еще в поезде по дороге в Барнаул призывал своих хоккеистов поверить в собственные силы. Ребята, теперь приходит пора побеждать, потому что мы игры проиграли, которые могли выиграть даже у тех сильных соперников. И с Тамбовым, и с Ростовым. Мы с Ростовым вообще за 5 минут 3-0 вели. Проиграли в овертайме. До овертайма в Барнауле не дошло. В первом периоде Сергей Болдырев и Павел Антипов сделали комфортным преимущество своей команды, отправив две шайбы в ворота Ильи Кривича. Во втором отрезке игры Никита Рогов увеличил разницу до трех шайб. Подарил надежду алтайским болельщикам палочка-выручалочка Алтая Степан Жданов. Два точных броска в его исполнении позволили сократить разницу в счете до минимума. Два-три. Казалось бы, вот он шанс переломить ход поединка. Барнаульцы бросили штурмовать ворота гостей и пропустили контратаку. Илья Смирнов за три секунды до конца второго периода сделал цифры на табло 2-4. В третьей 20-ти минутке болельщики так и не увидели заброшенных шайб. Алтай потерпел четвертое домашнее поражение к ряду и восьмое после 21 сентября. Не забиваешь ты, тебя забивают. Так что не везет нам сейчас с забитыми голами. Ну придется сходить всем, наверное, не кому-нибудь, а всем. В церковь может помогут, может, а может нет. До следующих матчей, которые Алтай проведет через две недели на Урале, в Кургане и Нижнем Тагиле у нашей команды еще есть время, чтобы сходить в церковь. Кроме этого коллективу предстоит провести серьезную работу над ошибками. Наладить дисциплину и постараться найти эликсир, который позволит алтайским хоккеистам наконец-то начать забивать больше, чем соперник. Дмитрий Гладкиев, Александр Морозов. Новости. На этом у меня все. Хорошего вам дня. Оставайтесь с нами.